благодаря тому, что мы выбрали ракурс не на шторы, а от них картинка считалась всего 3 минуты но заметьте, тут появились такие розоватые пятнышки в некоторых местах это последствия нашего чайника у которого сильно установлены параметры на увеличение отраженного света именно он этот подсвет нам и дает мы его будем ликвидировать безжалостно наша задача вставить натяжные потолки и отрегулировать уровни так как нам хотелось бы это по нашей задумке натяжные потолки мы будем вставлять как отдельные объекты это могут быть боксы или произвольные фигуры в данном случае мы боксом не обойдемся а вот здесь вполне можно было бы сделать и бокс чтобы сделать натяжной потолок перейдем в shapes, нажмем line и по кругу, можно не совсем аккуратно обойдем форму изнутри, между стенками буква I на клавиатуре английской для того, чтобы сдвигать чертеж я думаю, это вы тоже уже знаете обойдем нашу форму, нарисовав какую-то неровную фигуру эта неровная фигура экстрюдом будет выдавлена буквально на один сантиметр можно два, можно три минус три потому что натяжной потолок имеет свою высоту у него есть крепление и поднимем натяжной потолок так, чтобы он оказался в правильном уровне создадим им материал материал будет несложный мы возьмем пустой шарик переведем его в V-Ray MTL и назначим какой-то цвет там у нас будет голубого оттенка натяжной потолок и он будет глянцевый поэтому придется немножко увеличить рефлект хотя может придется поиграться не только с силой рефлекта это на уровне экспериментов но и с матовостью небольшая матовость, например 0.99 никогда не помешает но я для ускорения работы не буду этого делать все, материал готов его можно назначать и сразу же будем делать материал натяжного потолка в эту зону с этим участком все гораздо проще нам достаточно построить обыкновенный бокс который по размеру немножко больше, чем это уродливое пятно высотой этот бокс будет тоже минус 3 сантиметра и беспощадно поднят туда, где он должен находиться для этого бокса мы создадим тоже материал натяжного потолка на основе нового шарика ему нужно дать имя и перейти в режим V-Ray M-Tail имя я дал неправильное конечно это халтура, так быть не должно напишем NAT POT 2 цвет этого потолка будет розовым или же золотистым может быть бежевым и также он будет содержать отражение но отражение у него будет с матовостью для того, чтобы вы видели разницу матовость будет 0.9 иначе разница будет слишком существенна и конечно качество матовости доведем до 10 чтобы хоть как-то получить приемлемый результат назначаем этот материал и у нас все готово можно просчитывать сцену и смотреть предварительно что у нас получилось но для того, чтобы видеть это все более детально мы приблизимся и изменим ракурс камеры эти чайники нас преследуют результат получили довольно быстро 2,5 минуты но из-за недостаточности освещения и отсутствия предмета в обстановке мы не можем оценить степень отражения в синем потолке а вот в золотистом у нас есть отражение от свисающих объектов поэтому следующая задача это осветительные приборы как мы будем делать освещение у меня есть предложение то, что мы здесь повесим две люстры это уже не обсуждается что мы будем делать с этим конструктивом сюда мы вставим под матовый пластик осветительные приборы например, лампы дневного света которые и будут в отверстиях просверленных в этих конструктивах давать свет вниз на пол и поэтому займемся сначала ими потому что это проще но прежде чем это делать мы разберемся с самими объектами они у нас должны быть разной высоты я предлагаю изменить высоту перейдя в Modify Bevel минус 20 первая окружность минус 27 бокс и минус 15 вторая окружность минус 17 мы изменили их высоту и теперь мы выделив их с нажатым контролом правой кнопкой мышки Hide and Selected будем разбираться с их устройством как приборов освещения я предлагаю в окружностях просверлить ассиметричные отверстия а в этом объекте создать какой-то неоднородный объект в виде дырочки чтобы туда поместить прибор конечно хорошо бы это было сделать изначально в автокаде но мы это не продумали придется выкручиваться сейчас так как мы сможем поэтому нарисуем цилиндр который будет являться отверстием в одном из окружностей потолочных конструктивов сделаем этот цилиндр подходящей высоты и вставим его на определенную глубину но желательно не до конца то же самое мы сделаем второй цилиндр или просто с нажатым шифтом скопируем его в окружность номер 1 и немножко изменим его радиус подкорректировав место положения и третье мы сделаем произвольную линию эта линия будет немножко дисбалансировать с нашим конструктивом то есть чтобы уйти от симметричности создадим ее такой формы и экстрюдом ее тоже выдаем на определенную высоту чтобы она являлась сверлом прорезающим неровное отверстие в этом конструктиве у нас готовы заготовки можно приступать к булевым операциям я не думаю что открою для вас Америку и булевые операции для вас уже стали родными поэтому если вы не знаете как их делать просто следите за мышкой если знаете можете немножко отдохнуть и посмотреть только уже на результат проблема состоит в том что мы делали булевую операцию которая в результате вырезания создает острый край это нехорошо неплохо было бы это сделать в автокаде чтобы выдавив эти конструктивы получить скругленный край но маймо что маймо и следующая наша задача вставить сюда стекло по размеру этих вырезанных отверстий для этого я нарисую обыкновенные цилиндры для круглых отверстий кстати из-за того что мы немножко неправильно сделали цилиндры у них было изначально маленькое количество граней получилась дырочка неровной формы можно ее переделать а можно выделить объект перейти в модифай открыть плюсом операцию буллин доступ к операндам и выбрав цилиндр отрегулировать количество его сторон можно их уменьшить а можно увеличить чтобы заново не делать эту булевую операцию то же самое мы сделаем со вторым объектом буллин операндс цилиндр 02 цилиндр и получить доступ к его свойствам но так как наши цилиндры были связаны друг с другом они одновременно изменили свои параметры и нарисуем цилиндры которые будут являться крышками оргстекла прикрывающими осветительные элементы они будут небольшой толщины как реальное оргстекло например 3-4 миллиметра может быть 5 и они будут находиться практически в уровень с тем конструктивом для которого он и предназначался тяжело издалека попасть лучше взять конечно другой ракурс готово то же самое сделаем и для второго хотя можно было бы просто скопировать но учтите что наши конструктивы находятся в разных уровнях поэтому нам придется отрегулировать высоту второго оргстекла для второго конструктива и в конце концов нам необходимо сделать объект который будет являться стеклом для прямоугольной этой неровной формы и они преследуют цели точно попадать в углы нам это и не нужно и экстрюдом выдавим буквально на несколько миллиметров создав таким образом правильную геометрию стекла пол сантиметра стоит та же самая задача позиционирование объекта в уровень с выдавленной формой готово и можно приступать к созданию материала этих подсветок они будут у нас разного цвета поэтому сейчас мы этим и займемся открыл редактор материала взяв любой свободный шарик назовем его L1 или Light1 перейдем в режим V-Ray MTL и назначим какую-то прозрачность например на половину учтите оргстекло матовое поэтому и Glossness мы сделаем матовым 0.5 для качества прозрачности мы поставим цифру 10 хотя этого мало не забываем про Effect Shadow чтобы сквозь эту пластину проходил свет и конечно же установим цвет тумана Foch Color это у нас будет бежеватый оттенок цветофильтра только уменьшим Foch Multiplier примерно 0.1 0.2 нужно подбирать по обстоятельствам посмотрим что потом делать с рефрактом мы оставим его серым или изменим цвет посмотрим по обстоятельствам для эксперимента я просто назначу этот материал всем трем пластинам которые мы сделали но так как он имеет прозрачность сразу же компьютер спрятал эти пластины то бишь сделал их прозрачными чтобы исправить эту ситуацию нам необходимо изменить свойства прозрачности в настройках отображения прозрачности у нас на экране для этого в 8 максе немножко проще а вот в максе 20.10 есть проблемы ну проблем конечно нет просто здесь больше кнопок в разделе Smooth плюс Highlights Transparency сейчас стоит простое то есть упрощенный вариант мы выключим Transparency то есть прозрачность и увидим наши объекты которые у нас проявились следующая задача вставить туда сами лампы какие они будут по размеру и по форме это не важно мы перейдем в V-Ray цвет V-Ray Light и нарисую просто прямоугольники прямо здесь же по месту положения наших объектов единственная проблема у нас с вытянутым объектом ну мы нарисуем длинный прямоугольник и провернув его разместим непосредственно в зоне выреза скопируем источник света номер 1 в окружность номер 1 они у нас сейчас находятся в зависимости оба источника света пусть и остаются в зависимости теперь наша задача их позиционировать по вертикали то есть поместить непосредственно в сами конструктивы высота каждого может быть разная подобрана индивидуально но я выставлю пока общую и сохранив чертеж сделаю Unheight All начну просчет результат у нас есть но он конечно не такой как мы ожидали зато у нас просматриваются источники света мы видим что действительно есть стекло за которым находятся лампы нужно немножко доработать цвет стекла мы изменим рефракт на золотисто оранжевый цвет и скопируем этот же цвет нажатой мышкой в fog немножко fog увеличим я поставлю пока 0.5 хотя сам не знаю к чему это приведет можно просчитать и посмотреть результат единственная ремарочка если вы надеетесь что эти лампы будут являться добротными источниками света освещающими холл не получится в V-Ray все немножко сложнее и при усилении яркости ламп будет исчезать тон стекла вплоть до белого поэтому если вы хотите сохранить и цвет стекла и дать свет в комнату то нам придется ниже подвешивать дополнительные источники света в тональность со стеклом у каждого из этих боксов и они будут давать основной свет освещения в помещении но мы это с вами сделаем ставим на просчет предсказуемый результат мы получили но для оценки того как работают эти светильники мы произведем эксперимент выключим источники света которые нам мешают жить это те которые находятся в холле и за окном чтобы получить абсолютную темноту ну вот так и солнышко тоже погасим выставим камеру так чтобы если получится у нас конечно я нажму F4 увидеть полный ракурс и поставим на просчет ну светильники на самом деле работают и дают свет на стены и на пол но тут проявилась еще одна особенность V-Ray она заключается в том если у вас установлена какая-либо цветовая гамма окружающей среды или картинка то она тоже является источником света которую мы с вами не выключили и она подает нам свет в помещение как бы солнечный свет или дневной свет из дверного проема мы повысим яркость источников света которые находятся у нас в светильниках для этого перейдем в кнопку дисплей и выключим всю геометрию чтобы видеть только источники света яркость источников света сейчас 30 поднимем до 60 маленьких и поднимем до 50 большого нам нужно увидеть как отреагирует матовое стекло и общая освещенность помещения на увеличение яркости этих источников света просчитаем ну вот чего следовало ожидать при увеличении яркости источников света теряется тональность самих светофильтров то есть пластмассы которые прикрывают эти лампы но яркость помещения конечно тоже увеличивается но не настолько значительно насколько мы значительно теряем в яркости в тональности вернее этих пластин поэтому мы выключим геометрию и вернем назад яркости источников света все они были у нас по 30 мы потом подставим немножко ниже искусственные вспомогательные источники света давайте закончим этот участок помещения а именно все таки сделаем копии источников света для того чтобы придать им разную тональность обязательно в режиме копии чтобы у них была независимая регулировка параметров включив обратно геометрию подвинем эти источники света каждый к своему прародителю поближе чтобы он являлся дополнительным искусственным методом подсветки от каждой области индивидуально ну и конечно следующим этапом у нас является этап создания материалов для каждой из этих дополнительных подсветок первый материал у нас уже есть мы его назовем подсветка 1 это желтенький материал если судить по светофильтрам которые мы установили его же мы скопируем только правой кнопкой мышки перейдем в режим drag copy в соседнее окошко назовем подсветка 2 и сделаем его голубовато морским как в разделе рефрект так и в разделе fog color и скопировав его же на третью зону назовем подсветка 3 сделаем его красновато желтовато морковного цвета также в двух участках рефрект и fog color вот у нас есть три оттенка единственное что два из них у нас очень похожи давайте мы первый подправим мы его сделаем наверное ближе к красноватому оттенку я не знаю к чему это приведет вскрытие покажет и готово теперь необходимо спрятать все лишнее чтобы оно не мешало нам работать и мы приступим к тому чтобы назначать материалы выбранным объектом и так первому объекту мы назначаем первый материал второму объекту второй третьему объекту третий и как мы помним у третьего объекта желто-морковный цвет значит нам необходимо выделить источник света который является подсветкой дополнительной и установить тональность его цвета желто-морковный можно подсмотреть в настройке материала можно на глазок если у вас хватит глазомера ну и пока уменьшим мощность до 10 дабы не было слишком сильно второму объекту назначим средний материал подсветка 2 он у нас голубоватого оттенка поэтому выделим источник света находящийся внизу опять же сделаем его мощностью 10 и установим голубоватого оттенка подсветку от этого источника света и первому назначим первый материал в общем все по аналогии произведем и морковный цвет подсветки нашего источника света единственное что посмотрите источники света у нас скопировались и все равно оказались зависимыми обязательно соедините боковые источники света друг от друга чтобы была возможность независимой их регулировки ну примерно так опять же не знаю к чему это приведет без экспериментов очень тяжело не забываем сохраняться и запускаем на просчет пока идет просчет уже видно что наша авантюра не уменьшалась успехом подсветочные источники света оказались слишком слабыми прекращаем просчет чтобы не терять время и по очереди поднимаем мощность обратно до 30 у каждого из них этого тоже может не хватить но по крайней мере должно стать уже ярче сохраняемся и опять же просчет мне пришлось прервать просчет потому что я заметил еще несколько проблем опять же не хватает яркости свечения и наши источники света оказались видимыми то есть в виде белых пластин нам это не нужно в настройке каждого источника света включим галочку invisible для того чтобы он действительно стал невидимым ну и конечно же еще немножко поднимем яркость света 50 это подбирается экспериментальным путем зависит от настроек V-Ray от размера помещения от очень многих факторов поэтому угадать сразу параметры источников света собственно их яркости цветность очень тяжело приходится делать некоторое количество экспериментов вроде все установили теперь можно еще разок просчитать я думаю что если в жизни будут такие же источники света то примерно такое же количество света они будут давать на стены хотя может быть немножко больше потому что в V-Ray свет все равно идет затемненный из-за недостаточности пыли и гари в воздухе наша следующая работа это изучение методов адаптации источников света таких как люстры бра особенно сложные с кристаллами сваровски под нашу сцену поиск неприятных моментов перед тем как использовать эти источники света настройка материалов для них ну в общем-то достаточно глубокая тема насколько смогу я вас сейчас посвящу с кристаллами с кристаллами